Люди ждали годами заветные метры, платили ипотеку в никуда. О дольщиках жилищного комплекса «Молодежный» известно многим. Обладатели квартир замороженного «Муравейники» на улице Буинской на протяжении долгих лет не получали ни компенсации, ни ключей от жилья. Против руководителя компании застройщика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Десятки судебных заседаний прошли, и в преддверии Нового года в отношении Андрея Сидорова вынесли приговор в Ленинском районном суде. Одних результат устроил, другие же хотят, чтобы нерадивый застройщик посидел подольше. Мнение участников долевого строительства разделилось. Это же понятно, что Сидоров – это верхушка айсберга, а кто стоит, мы так и не узнали. Вы согласны с решением? Я согласна с решением. А я нет, не согласна. Я думаю, что мало. За наши терпения, за наши слезы, за наши нервы. Мы больше нервов потратили, чем он потратит. Я в 2015 году купила квартиру, деньги отдала сразу за один раз. Отдал жилу брата половину суммы, половина моя была. Вот пять лет расширывалось. Живу я на съемной квартире, вот, в 2009 год. По статье 201 Уголовного кодекса Сидоров признан невиновным. Напомню, это статья злоупотребления полномочиями. В начале дела производства сторона гособвинения настаивала на более жестком наказании. По совокупности преступлений, сторона обвинения запрашивала наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Также штраф и лишение права заниматься деятельностью, связанной с руководством в коммерческих организациях. Справедливость есть. Обманутым дольщикам ЖК Молодежного выплатят компенсации. Такое решение было принято на заседании Наблюдательного совета Фонда развития территорий. Будут восстановлены права более 1100 обманутых людей. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.